The Cloud. Все. Запись я включил. Еще пожелания какие-то есть ли? Когда КРЭ? У нас есть два варианта. Александр спрашивает, когда КРЭ? У нас есть два варианта. Давайте вы можете проголосовать. Давайте я напишу вариант А. Это на зачетной неделе. На зачетной неделе. И вариант Б. Соответственно, на первой после зачетной. Мне, в принципе, все равно. Можно так, можно так. На какой день перенесел? Это надо аккуратнее. Давай мы тогда... Я лучше поговорю, что там свободно. Потому что если с зачетной там все понятно, на зачетной много места, на незачетной мало. Давайте пока проголосуем А, Б. Просто напишите за себя в чатике А, Б, а я потом соберу, чего больше, А или Б. И так и решу. Просто напишите А, Б, А, Б. А я потом пособираю их. Но я что-то, кажется, вижу, что Б уже больше. Хоть одно тома может промелькнет. Ну ладно. Ну ладно. Окей. Хорошо. Значит, с этим уже, я так понял, решили. Уже даже можно не голосовать. Так, хорошо. По поводу, когда компенсируем, надо... Ну, слушайте, мне тут надо... То есть, если это еще более-менее понятно, то с компенсацией мне надо посмотреть, какое у вас расписание и так далее. Так. Ладно. Хорошо. Значит, по поводу еще, ну, понятия куда перенести. Хорошо. Вроде все оргвопросы решили. Ну, как бы я отметил себе, куда перенести. Почти по теряшку. Хорошо. Вроде... Вроде все. Или что-то еще такое организационное есть? Или уже можно ближе к сути переходить? Демокере. Смотри, демокере. Есть прошлые варианты. Их, как минимум, то ли два, то ли три. Они будут демокере. То есть, если... То есть, вопрос от Лизы я на всякий случай озвучу, потому что в записи не видно будет вопросов в чатике. Вот. А лазить в какой-то текст-тешный файл никто не будет. Тут, прозвучал вопрос от Лизы. Будет демокере. Ответ – да. И они уже есть. Если ты заходишь на страничку, там есть ссылка на репозиторий. Я абсолютно уверен, что там есть ссылка. Ну, по крайней мере, там понятно. Ну, репозиторий как бы там меняешь. Ну, в конце на репозиторию выходишь. И там по годам есть все прошлые. И первую контрольную от каждого года, ее можно считать демо-версией. Их там, ну, три, если не четыре. А вдруг и пять. Вот. Ну, три точно есть. Поэтому ответ на Лизин вопрос – да. И они уже есть. Вот. Я тут успешно, я считаю, ответил. Еще. Если нет, давайте дальше вспоминать и дальше пойдем. Так, окей, ладно. Хорошо, тогда, соответственно, давайте я напомню, что мы неделю, нет, не неделю назад, мы черти когда, полмесяца назад прошли про нормальное распределение, прошли про х квадрат распределение с к степенями свободы. И, по-моему, даже там было f распределение. Да, мы все три успели. n, х квадрат и f распределение. Я верно помню, да? Ответьте, да, нет, мы успели f. О, отлично, немножко. Хорошо. Тогда давайте я быстро напомню. И, соответственно, мы научимся заодно сравнивать два произвольных, две произвольных модели вложенных. Мы сравнивали полмесяца назад, чертовски длинный срок, мы сравнивали какую-то модель. То есть мы вот неделю назад, то есть две недели назад, вот мы вот это вот освоили. И еще мы сравнивали, давайте мы тестировали, тестировали модель y и т равно β1 плюс β2, там x и т плюс β3, z и т плюс у и т. Мы тестировали против тривиальной модели, где y и т равно β1 плюс у и т. А сегодня я хочу бегло напомнить, потому что я еще раз говорю, что мне важно, ну, к сожалению, почему-то про нормальное распределение, про аксиоматический подход, его крайне, ну, не знаю, почему-то это какая-то тайна. Вот все говорят, нормально это вот с такой функцией плотности. А на самом деле нормальное это то, которое удовлетворяет естественным геометрическим аксиомам. И я вот за это как-то пытаюсь бороться, но у меня, ну, моя мордашка, даже если не лежать, ничего страшного. Вот вам еще был вид, что я пишу. Хотя, конечно, иногда и мордашка что-то оживляет. Хорошо, поехали. Давайте, беглое напоминание. Прям быстро-быстро в темпе. Определение нормального распределения, когда я говорю, что какой-то вектор U имеет нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и какой-то ковариационной матрицей сигма квадрат на единичную. Ну, то есть это означает, что уитые независимы, что каждая уитая нормально ноль сигма квадрат. Можно давать определение через плотность, но мы сказали, нет, это не наш метод, он как бы тяжело потом что-то считать. Черт, я потерял, может быть. Это не наш метод, а наш метод сказать геометрические предпосылки. Надо сказать, что у нас есть две предпосылки. Инвариантность к вращениям, то есть закон распределения U зависит только от длины U. Ну, то есть закон распределения не меняется при повороте. Можно кучей разных слов это сказать. Главное, что это слова, а не формулы. Не зависит от поворота. И вторая предпосылка, что это независимость ортогональных проекций. Что если спроектировать U, если U с крышкой A и U с крышкой B – это проекции U на два ортогональных пространства, то вот эти самые U с крышкой A и U с крышкой B – это независимые случайные векторы. Независимые случайные векторы. Так, проверим, запись у нас идет? Да, запись у нас идет. Все отлично. То есть, если кто там ушел ужинать, то ничего страшного. Вот. Это мы сказали, что такое нормальное распределение. Вот это распределение, которое удовлетворяет двум предпосылкам. Дальше мы быстро определили, что такое хи-квадрат распределение. Мы сказали, что если у меня U был нормальным, отмасштабированным, то здесь важно, что единичка множилась на единичную матрицу, не сигма квадрат, и U лежал там в каком-то ренном. А мы этот U проецировали, здесь какое-то вот подпространство, это вот все R, N, а вот это в рамках него какое-то подпространство V с размерностью какой-то K. И вот мы вот это вот сюда проецировали. U с крышкой, это проекция U на V. И мы дали новое определение. Мы сказали, что случайная величина S называется хи-квадрат, и уже не написать, хи-квадрат распределением с K степенями свободы. И пи-нями свободы. Если что, кто помнит, кто живой, может ли кто-то вообще чего-то сказать или кто-то что-то написать. При каком условии S называется хи-квадрат распределением с K степенями свободы? Если чего, ну кто-нибудь там, где живой, онлайн, это же такое кислое дело, если вы молчите и ничего не пишете. Что у нас распределение по хи-квадрату? Я понимаю, что это было полмесяца назад, но хоть кто-нибудь, длина проекции. Да, только оно хи-квадрат, значит, мы квадрат длины проекции. Да, верно. Если S равняется квадрату, именно поэтому он называется хи-квадратом. Если это квадрат длины проекции. Да, это верный ответ. Действительно, это связано с квадратом длины проекции. Ну и дальше делается такой трюк из-за того, что в нашей модель-то в нормальной U были с неизвестной дисперсией сигма-квадрат, то дальше вот как раз для таких ситуаций было придумано F-распределение. Мы сказали вот такой вот следующий штук. Я быстро напомню, что было, потому что интервал полмесяца – это много, поэтому я быстро, вкратце напоминаю. И мы сказали, что у нас есть F-распределение, когда у нас есть два пространства. Одно пространство какое-то VA, другое ортогональное ему VB. Это два ортогональных подпространства. VA ортогонально VB. И мы вот этот наш вектор U, который уже на этот раз нормальный, ноль сигма-квадрат на единичную матрицу, уже сигма-квадрат. Мы спроецировали, тут вот получили две проекции U с крышкой A и U с крышкой B. Вектора, то поскольку эти случайные вектора независимы, а закон распределения каждого из них – K-квадрат, то поэтому и закон распределения их отношения, он не зависит от размерности объемлющего пространства, а зависит он только вот от… ну вот если размерность этого – это какая-то A, а размерность VB – это B, то тогда закон распределения отношения длин у с крышкой A к у с крышкой B, он зависит только от A и B. От сигма-квадрат не зависит, потому что оно сократится, от N не зависит, от конкретного выбора пространств не зависит. Это очень прикольно. Это же чудо из-за rotational invariance, из-за инвариантности к поворотам. Я всегда могу разместить, если были какие-то другие пространства, всегда поверну их так, что совпадет с VB. Главное, чтобы размеры с A и B совпали. И поэтому мы определили F-распределение, определили следующим образом. Ну, исторически так сложилось, могли бы по-разному определить. Могли бы определить просто как тангенс угла, могли бы определить как квадрат тангенса угла. Но исторически вот там определяют как квадрат длины A, деленный на A. А в знаменателе квадрат длины B. Нет, надо побольше места. Все, мы покрупнее напишем, потому что я боюсь, что там где-нибудь не видно. Квадрат длины A, деленный на его степени свободы, но размерность пространства. То есть надо осознать, что степень свободы – это размерность пространства. U с крышкой B, квадрат и делить на B. И вот это по определению. Ой, не то сделал. Я что-то кликнул куда-то. У меня тут какой-то… Надо эту бяку убрать подальше. Вот эта штука по определению. Это не какая-то теорема, это определение. Что эта штука называется распределением Фишера со степенями свободы A и B. Или F-распределением. Почему это определение корректно? То есть, вообще говоря, надо доказывать, что это определение корректно. То есть, что означает корректность? Это означает, что не зависит то, что параметрами тут является только A и B. То есть, это распределение не зависит ни от N, ни от конкретного выбора, ни от выбора VA и VB. Ну, при условии, что они ортогональны. Как только они ортогональны, то не зависит от конкретного выбора VA и VB. Главное, чтобы… То есть, не важно, как направлены они. Откуда это следует? Это следует из инвариантности нормального распределения к поворотам. И из того, что ортогональные проекции не зависят. Хорошо. Вот. И, соответственно, мы можем, например, сравнивать две модели, проверять гипотезы о том, что одна модель верна против альтернативной, что одна неверна, а верна более общая. Ну, давайте мы уже что-то новое. То есть, это я вкратце напомнил, что было. Теперь идет новый сюжет. Мы, значит, научимся сравнивать не только произвольную модель с тривиальной, а две произвольные вложенные модели. Давайте рассмотрим теперь… Это было краткое напоминание. Вот мы освоили три распределения. Многомерное нормальное, хи квадрат и f. Пока все окей. Все со мной. Мы перенеслись на ту точку в прошлом, где мы закончили. Скажите же что-нибудь. Хороший онлайн делайте не только я, еще вы, если реакции не будете, я же не знаю. Да, отлично. Миша, Диана, Вадим, спасибо. Вот. Ну, понеслась. На этом воспоминания, значит, такой закончились. Вот я заодно перейду на новую страничку. И теперь новая задача. У меня есть две модели. Но они не совсем произвольные. Они линейные и одна вложена в другую. То есть, теперь новая задача. Новая задача. Есть две модели. Давайте назовем одну модель Ре. Она простая. Она такая простая модель. Ре в том, что по-английски restricted. Она с какими-то ограничениями. И вторая модель неограниченная. Unrestricted. Неограниченная. Ну, допустим, у вас, вы проверяете эффективность разных рекламных источников. Там вы можете потратить, у вас есть прошлые данные. Да, вот сейчас был вопрос у Вадима. Что значит вложен? Частный случай. Одна является частным случаем другой. Вопрос в чатике. Что значит одна модель вложена в другую? Это означает, что одна модель является частным случаем другой. Unrestricted. Unrestricted. Ну, давай я просто приведу пример и станет понятно. Вот если в одной модели я предполагаю, что там, не знаю, выручка определяется нашими там какими-то вложениями в разные источники, а вот это, это неограниченная. А в ограниченной я, к примеру, предполагаю, что эффективность вложений в два разных источника, она одинакова. В ограниченной я, допустим, предполагаю, что бета-3 и бета-4 одинаковые. Вот, то есть одна является частным случаем другой. В неограниченной модели у меня допускается, что вот эти два коэффициента бета-3 и бета-4 разные, а в ограниченной вот эти два коэффициента, ну, то есть наложено ограничение. Почему она вложена? Ну, одна является частным случаем другой. То есть если рисовать множество допустимых моделей, то вот Ре – это частный случай у Ре, поэтому она как вложена, как вот, ну, в таком геометрическом смысле. Ну, это не у меня. Давайте я попробую понять, у кого это. Денис, это, кажется, ты. Денис Валерьевич, слушай, временный. О, все. Ну, то есть я не в смысле, что я кого-то хочу там замьютить. Ну, в общем, просто когда это эхо дает, то вот, то есть я не против. Можно говорить вслух, что-то там, комментарии, в чате, все как угодно, но просто если эхо дает, то надо понять, у кого это выключить, а потом даже можно включить, оно так бывает. Ну вот, соответственно, мы хотим научиться тестировать. То есть что мы хотим научиться делать? Так, мы хотим, у нас, значит, нулевая гипотеза, которую мы хотим затестить, она состоит в том, что верна простая модель, а, соответственно, альтернативная гипотеза состоит в том, что простая модель, ограниченная модель, restricted модель неверна, но верна неограниченная модель. Вот, мы хотим затестить такую гипотезу. Давайте я еще раз подчеркну, что если верна ограниченная модель, то как бы из этого автоматом следует, что у R тоже верна. Тоже верна, ну потому что ограниченная модель является частным случаем неограниченной. Поэтому если мы верим, что ограниченная верна, то мы автоматом верим, что и с какими-то коэффициентами, ну с теми же самыми, на самом деле, верна неограниченная. Ну, как всегда, логика статистического теста, она в таких случаях одинаковая, да? То есть мы, как и... Ой-ой-ой, что-то у меня нет, все нормально. Просто немножко планшет, я не знаю, что он спит. Вот, логика всякого статистического тестирования одинаковая. Меня в конце той лекции две недели назад спрашивали про P-Value. Давайте я это всем расскажу еще раз, потому что, ну раз такой вопрос возник у одного участника, то, наверное, это какой-то общий сюжет, и я еще раз его скажу, потому что лучше его проговорить, чем не проговорить. Все статистические тесты устроены издалека очень-очень одинаково. Мы выбираем некий порог редкости, альфа. Мы говорим, что вот порог редкости, он же уровень значимости, но говоря бытовым языком, это порог редкости. Умными словами, это уровень значимости. Но если говорить бытовым языком, это некий порог редкости. Если я выбрал такой порог редкости, и приходит ко мне кто-то и говорит, ты знаешь, я вчера подбросил монетку, она три раза подряд выпала на орла. Я так думаю, ага, три раза выпала подряд на орла, это вероятность 1 восьмая, а у меня порог редкости 1 сотая. Я говорю, ну я тебе верю, ты говоришь мне о событиях, которые бывают, по моему мнению. А если приходит другой мой знакомый и говорит, ты знаешь, я вчера подбросил монетку, она 10 раз подряд выпала орлом, а я говорю, а у меня аж 0, потому что монетка, правильно, ну или о том, что мой знакомый не врет, как хотите. И он говорит, ты знаешь, вчера подбросил монету, она 10 раз подряд выпала орлом. И я так считаю вероятность того, что с того события, которое произошло, и она выходит 1 в 2 в 10, ну 1 в 2 в 10, это примерно, ну то есть вот кто-то мне говорит, что вчера подбросил монетку, правильно, да, вчера подбросил правильную монетку, правильную монетку, она 10 раз подряд выпала орлом. Подряд выпала орлом. Вот, и я в рамках, ну а аж 0 у меня то, что вот у меня этот знакомый говорит правду. Знакомый говорит правду. Аж альтернативный в этом примере, соответственно, то, что знакомый говорит неправду. Вот, и я считаю такую величину, которая называется P-значением. P-значение – это вероятность данных событий, если верить в Аш 0. То есть это вероятность имеющихся наблюдений, если верить в Аш 0. И в данном случае получается, если верить в Аш 0, то, что знакомый говорит правду, то вероятность вот этого сообщения – это 1 в 2 в 10, ну это примерно 0, 0, 0, 1 тысячная. Ну там 1 тысяча 24, ну мы в такие детали не будем вдаваться. Вот, и я вижу, что P-значение, то есть вероятность получения моей выборки, моих данных, моих наблюдений, она меньше, чем выбранный мной порог редкости в 1%. Я говорю, не, я не верю. То есть в данном случае я Аш 0 отвергаю. Потому что выбранный мной порог редкости, умными словами, уровень значимости, он 1 сотая, а на моих глазах, если верить в Аш 0 и этому персонажу, то произошло событие, которое происходит с вероятностью 1 тысячная. Вот и вся история про уровень значимости и P-значение. Ну оно же по-английски, вы наверняка там где-то видели P-value. То есть вы P-value, вероятность получения имеющейся выборки, если вы верите в Аш 0, сравниваете с заранее выбранным уровнем значимости. До начала исследования вы выбираете уровень значимости. Так, ну ладно, тогда понеслась дальше. Значит, вот мы ровно то же самое сделаем только в нашем сценарии. Мы сейчас с помощью F-распределения, мы с помощью него будем считать P-value. И если оно будет оказываться там больше или меньше, чем выбранный нами уровень значимости, мы будем либо отвергать Аш 0, либо не отвергать Аш 0. Но глобальная логика всех статистических тестов, вот она, простая, она верна на этом, ну не знаю, как сказать, слайде, не слайде, ну вот на этой страничке. Выбираем уровень значимости, который по бытовому это порог редкости. Если на наших глазах верить в Аш 0, мы оцениваем вероятность произошедшего как меньше Альфа, то мы Аш 0 отвергаем. Если мы оцениваем как больше Альфа, мы говорим, а ничего необычного произошло, ну сплошь и рядом бывает подбросил монетку три раз подряд орлом, да нет проблем, верю. И тогда Аш 0 не отвергается. То есть у нас, возможно, два вывода. Если P-value оказывается меньше, чем Альфа, то мы говорим, что, а, ну вот здесь написано как раз Аш 0 отвергается. Это первый возможный статистический вывод. А если P-value оказывается больше Альфа, то мы, соответственно, делаем вывод, что Аш 0 не отвергается. Вот, все, теперь мы применим F-распределение. Значит, давайте, все, пока здесь все окей, все со мной, есть живые люди. Можем выводить, как считать конкретно P-value и данные задачи, где тут возникает F-распределение при сравнении двух моделей в общем виде. Все живы? Так, тут был вопрос, а если равенство? Если равенство… Ну, смотри, из-за того, что мы работаем… Ну, то есть ответ в твоем слове… То есть Александр спросил, а если равно? Если P-value равно Альфа. Ответ следующий. Если мы решаем асимптотические задачи, какие-то там у нас много наблюдений, то вероятность того, что P-value попадет ровно в Альфа, она пренебрежимо мала. И поэтому в пределе при верной H0 P-value будет иметь равномерное распределение. И поэтому нам не будет важно, что мы делаем при P-value равном Альфа. Это первый ответ. А другой вопрос, а что делать, если вот у меня мало наблюдений, вернее, даже дело не в малом наблюдении, а моя модель какая-то дико дискретная? Тогда надо просто аккуратно считать вероятности. То есть надо написать четкие статистические критерии. Там отвергаешь ты больше Альфа или больше либо равно Альфа. В смысле не отвергаешь ты больше либо больше либо равно Альфа. И когда ты четко пишешь, ты можешь четко посчитать в рамках дискретной маленькой модели для малого числа наблюдений, для какого-то конкретного распределения, ты четко можешь считать тогда вероятности. Но в этом случае, чтобы что-то посчитать, нужны очень сильные предпосылки на малом числе наблюдений, на каком-то распределении. То есть здесь надо очень хорошо представлять себе механику явления. И если хорошо представлять механику явления, то можно точно посчитать, какова вероятность равно но и понять тогда, какой вероятностью ты платишь, если при пивелью равном альфа относишь его в одну сторону или в другую. Можем рассмотреть такой пример. Я с трудом себе представляю такую ситуацию, где бы мы настолько хорошо знали мир при малом числе наблюдений. Ответ такой на твой вопрос, Александр. А что, если равенство? Ответ, при большом числе наблюдений плевать я на это хотел, а при малом числе наблюдений мне нужно настолько хорошо себе представлять, как устроен окружающий мир, чтобы это посчитать, что я сходу не знаю такой ситуации, где бы я мог при малом числе наблюдений. Ну разве что единственный пример – это точный тест Фишера. Вот это единственная ситуация, я знаю, когда два дискретных признака. Ну типа вот у меня один признак пол-возраст, вернее пол, там мальчик-девочка, а другой признак любит фисташку и мороженое или не любит. Признак дискретный. И допустим, у меня я собрал данные всего там, не знаю, 10 человек опросил. И я верю в независимость признаков H0, то что пол и отношение к мороженому, они не связаны между собой. И вот здесь, по-моему, единственная ситуация, где можно посчитать вероятность. То есть ответ Александр на твой вопрос. Я знаю единственный пример ситуации, где вот это решается при малом N, а при большом N пофиг. Ну можем рассмотреть этот пример при малом N, но единственный, который я знаю при малом N, который решабельный, это вот про независимость двух дискретных признаков. А в остальных случаях при малых N непонятно, что делать. Вот, то есть ответ на твой вопрос Александр при больших N пофиг, а при малых N я редко знаю ситуацию, где у нас вообще статистика работает. Статистика, она работает в основном при больших N, а при малых N очень-очень редко можно придумать ситуацию, где работает. Ну, если хочешь, можно ее разобрать. Давай я себе отмечу, что может быть разобрать пример с точным тестом Фишера. Посмотрим. Хорошо. Значит, это я себе отложил. Давайте пойдем дальше. Итого, нам надо придумать F-тест. Следующий вопрос от Артема. Как можно подобрать альфа под задачу? Смотри, в рамках статистического подхода, ну как-то, то есть смотри, есть байсовский подход, есть частотный. Вот это пока рассуждение в рамках частотного подхода, хотя мне нравятся байсовские штуки, но в рамках этого курса я вряд ли успею рассказать байсовские штуки, хотя иногда мне хочется чем-то пожертвовать и рассказать что-нибудь байсовское. То есть ответ такой. Есть некая традиция, как подобрать альфа-вопрос. Ответ. Есть традиция с Фишера. Он вот как сказал, альфа 5%. Но оказалось, что во многих случаях это... То есть ответ это субъективно. Первый ответ Артема за вопрос. В рамках частотного подхода выбор альфа совершенно субъективный. Есть традиция, которую начал Фишер, который сказал, там вот взял 5%. Я не помню, объясняется ли у него как в работах или нет. По-моему, нет. Он там как-то от фонаря взял и взял. Сейчас есть такая тенденция, особенно в социальных науках психологии, что из-за того, что такой произошел... На самом деле это очень глубокий вопрос, как подобрать. И либо надо исследовать цену каждой ошибки. Вот что произойдет, если я ошибочно отвергну H0 или если я ошибочно не отвергну H0. Посмотрите, какая ошибка сколько стоит в реальном принятии решения. И вот с учетом вероятностей посчитать некая оптимальная альфа. Но при этом надо понимать, сколько ты платишь за одну ошибку, сколько ты платишь за другую ошибку. Условно говоря, если ты блокируешь карточку клиенту, если ты не заблокируешь мошенническую операцию, это одна ошибка. Потом может быть разбираться на миллионы рублей. А если ты заблокируешь мошенническую операцию, конечно, клиент будет недоволен. Ему придется звонить в колл-центр и говорить, я Вась Петров, все нормально, разблокируйте мне карточку. Я просто быстро переехал из... Не знаю, вот только что снял кафе в аэропорту в России, а тут уже снял кафе в аэропорту в Лондоне. Но это тоже я, и ему надо будет звонить. Он будет, наверное, недоволен. Но тоже есть плата за ошибку. Может он бросит наш банк. Ну, то есть ответ такой, либо искать оптимальное альфа, зная цены ошибок, либо субъективно. Субъективно Фишер выбрал 5%. Сейчас есть более такая тенденция современная брать меньше, там 1% или даже 1,1%. Потому что из-за... Ну, когда мы выбрали альфа 5%, то что это означает? Это означает, что мы будем отвергать... То есть даже если H0 верна, мы будем отвергать H0 ошибочно в 5% случаев. Потому что если произойдет событие, которое происходит с вероятностью до 1 сотой, мы скажем, ой, нет, такого не бывает. И мы отвергнем H0. И будем считать, что надо как-то менять нашу жизнь. И вероятность... Вот эта вероятность ошибки первого рода, это же имеет смысл, что это вероятность... А, ой, вер, тут уже не надо. Это, соответственно, вероятность отвергнуть H0. Если на самом деле H0 верна, ну, как правило, из контекста H0, это ситуация, что ничего не надо менять. То есть, условно говоря, H0 в задаче про банков, которые тестируют мошеннические, это операция, нет. H0 – это не мошенническая операция. H0 – это жизнь идет своим чередом. Жизнь продолжается. Продолжается. Все хорошо. Хорошо. А вот H-альтернативная, как правило, в быту – это все. Надо останавливать процесс. Пошел брак. Ну, вот H-альтернативная – это что-то надо мир менять. Останавливать транзакции, блокировать карту. А вот H-альтернативная – это топ-машина. Вот. То есть, выбор H0 и H-а, он примерно такой. И, соответственно, вот это, это же наше будет, как раз это и будет альфа, вероятность ошибки первого рода. И поэтому это вероятность вот ложного выбора альтернативной гипотезы при верной, в смысле, отвергнуть H0 при том, что H0 верно. Поэтому, ну, вот, то есть, ответ, выбор, как выбрать альф под задачу. Либо, если мы знаем издержки, то можно решать оптимизационную задачу. А если издержки неизвестны, то тогда довольно субъективно. Так, это был вопрос про Артема. Ну, поехали. Давайте, наконец, выведем способ тестирования, а потом поговорим дальше. Так, что я хочу сказать. Значит, понеслась. Смотрите, я всегда могу переформулировать. То есть, первая идея, всегда R-модель ограниченную, всегда можно пере... То есть, первое наблюдение, оно довольно простое. Что ограниченную модель можно переформулировать так, что там вообще ограничения могут быть, что коэффициенты равны. Но всегда можно переформулировать, что часть коэффициентов 0. Модель переформулируем. Переформулируем, что часть... Переформулируем в виде... То есть, вот весь вектор β я разобью на две части. Часть А, часть Б. Я могу переформулировать ограниченную модель в виде о том, что какая-то вторая часть коэффициентов просто равна нулю. Это всегда возможно. Ну, например, в моей... То есть, если вот посмотреть на предыдущую задачу, там у меня была неограниченная модель β1 плюс β2 x и t плюс β3, по-моему, я не помню, там было z и t, по-моему, плюс β4 w и t. Ограниченная модель у меня была y и t равно β1 плюс β2 x и t плюс β3 z и t плюс β3 w и t об одинаковом влиянии двух факторов на y. Ну, понятное дело, что я могу эту модель переформулировать, в каком виде ее надо аккуратно написать. Я могу restricted model написать в следующем виде, что y и t равно β1 плюс β2 x и t плюс β3 на z и t плюс v и t плюс какое-то γ4 на v и t плюс u и t. Я могу написать исходную модель у r в таком виде. Видно, что β4 коэффициент при w. Давайте такой контрольный вопрос. Чему равно β4? Чему моей модели равен β4 коэффициент при w? Ну, если в неограниченной модели, то видно, что он состоит из двух частей. Из β3 плюс γ4 – это неограниченная модель. И, соответственно, если я хочу ограниченную модель, которая изначально сформулировалась, что β3 равно β4, то в другой переформулировке я просто скажу, что γ4 равно нулю. То есть я всегда могу модель записать в виде, что какие-то коэффициенты… Я не оговорился ли? Ну, наверное, ему как говорится. Но моя мысль такая, что любую модель… Вот раньше модель из моего примера, как получалась ограниченная из неограниченной, добавкой уравнения β3 равно β4. А сейчас ограниченная получается из неограниченной, чтобы перейти отсюда сюда. Вот раньше надо было записать, что β3 равно β4, и тогда я от неограниченной переходил к ограниченной. А теперь, чтобы перейти от неограниченной к ограниченной, вот после такой простой перепараметризации, перейти отсюда сюда, мне надо сказать, что γ4 равно нулю. то есть моя первая мысль что всегда можно считать что это просто ноль какой-то там коэффициент и все в конце концов любое уравнение можно все перетащить в левую часть и сказать коэффициент левая часть равна нулю любое уравнение я так сделаю или систему всегда какие-то коэффициенты заменю равны нулю вот это первая мысль поэтому я буду рассматривать только такой частный случай но еще раз мне никак не ограничивает зарядку кушать хочет все зарядку я пустянул это первое наблюдение мы поехали дальше а теперь собственно я готов решать и того у меня есть две модели а значит в неограниченной модели у меня много регрессоров а в ограниченной модели она у меня так записано что просто часть коэффициентов нулевые ну я так переписать могу любой модель это первая мысль то есть здесь у меня y криптое равно там бета-1 плюс бета-2 икс и т плюс бета-3 на какой-то там а это да плюс а соответственно ограниченная модель она просто короче в ней просто часть коэффициентов занулили ну например я занулил один коэффициент последний я буду рассматривать только такой случай соответственно в этом случае картинка довольно проста в этом случае могу картинки рисовать и там говорить про проекции значит к сожалению фишка следующая вот здесь надо я хочу чтобы потому что на картинке рисуешь все понятно и сразу понятно что как распределено то же понятно ой проекция туда и проекция сюда единственное что я как бы ну я вообще рисую на планшете а он двумерный зараза вот а рисовать я хочу то есть вот здесь вот у меня пусть будет так давать как-то обзовем эти количество ну вот здесь вот у меня какое-то количество давайте здесь скажем здесь у меня к регрессоров да а я придумал давайте здесь вот это количество это будет к анри стрикта это здесь только регрессоров а здесь кори стрикта по это вроде понятно какое куда относится поэтому рисовать мне будет немножко тяжело но не страшно вот это значит мой вектор y который вообще говоря ну вот мой вектор y я его буду проецировать на два пространства на линейную оболочку регрессоров в ограниченной модели и на линейную оболочку регрессоров в неограниченной модели поскольку в неограниченной модели регрессоров больше то вот так вот я могу нарисовать это соответственно линейная оболочка всех столбцов неограниченной модели. То есть у меня есть две матрицы X unrestricted, она имеет размер N на K unrestricted, это, соответственно, все предикторы в неограниченной модели. Ну и, соответственно, есть X unrestricted, это кусочек ее, она имеет размер N на K unrestricted, это, соответственно, часть предикторов, часть предикторов, которые относятся в ограниченной модели. Соответственно, как это на картинке выглядит, да? Если у меня линейная оболочка столбцов неограниченной модели, это какое-то пространство размерности. А давайте сразу вот это, давайте это будет V unrestricted, да? Какая размерность вот этого V unrestricted? Контрольный вопрос ко всем, ну, желающим. Какая контрольная, какая размерность вот этого пространства V unrestricted? Это страшный вопрос. Можно устно, можно письменно. Какая размерность вот этого пространства? Есть кто-то живой? Кур, да, Кур, Кур, да, Кур. Вот мне понравился Макс, как сказал Кур, да, согласен, это Кур. А еще в рамках этого пространства есть маленькое пространство, которое логично назвать VR, да? Я вот это вот, я его изображу как прямую. Ну, понятно, что оно, зараза, тоже многомерное, но у меня по-другому шансов, как нарисовать прямую на плоскости, изобразить КР под пространство, являющееся частью Кур, под пространство вообще никак. Вот, поэтому вот здесь вот у меня есть VR, да, это, ну, как это, линейная оболочка предикторов в ограниченной модели. То есть VR, это линейная оболочка всех столбцов в ограниченной модели. И размерность у этой штуки, это, конечно, КР. Вот, соответственно, у меня есть два прогноза. У меня есть прогноз, полученный в ограниченной модели, и прогноз внутривыборочный, полученный в неограниченной модели. Давайте я их начерчу радостно. Вот это, вот это Y с крышкой Р, вот это, это какой-то Y с крышкой УР, и то, и то, это проекция. Давайте я тут нарисую прямоугольный, вот этот треугольник. Давайте я задам вопрос. Тут я обозначу три угла. Случайно напишу альфа, бета, фи, да, чтобы не было похоже на гамму, да, или альфа, бета, гамма. Лучше давайте вот это, это альфа, вот это, это бета, и вот это вот, это гамма. Такой вопрос для всех слушателей. Какой угол прямой? Альфа, бета или гамма? Еще раз. Y, Y с крышкой Р, и Y с крышкой Ан Р, вершинки этих векторов образуют треугольник. Я утверждаю, что он прямоугольный. И вопрос всем, кто из них альфа, бета или гамма прямой? Может быть, никто, может быть, или все. Кто из них прямой? Альфа, бета или гамма? Альфа, бета или гамма равен 90 градусов. Это такой вопрос. Альфа, бета или гамма? Ну, тут уже есть ответы, как минимум, раз, два, три, четыре. Вот. Да, конечно, бета 90 градусов. Почему? Ну, потому что разница, ну, давайте запишем, что разница Y минус Y с крышкой Р, оно ортогонально V, Р, а Y минус Y с крышкой Ан Р, Р, оно, естественно, как перпендикуляр, оно ортогонально любому вектору, лежащему V, Ан Р, Р, а там, конечно, лежит разница между Y с крышкой Ан Р, и Y с крышкой Р, и как раз поэтому выходит действительно, что бета равен 90 градусов. Да, это правильно. Вот. Поэтому у нас, собственно, налицо два ортогональных пространства, да, давайте их аккуратно выпишем, и когда мы Y проецируем на них, мы можем сразу сказать, о, F-тест готов. Мы сейчас сварим из ничего F-тест. Нам главное найти два ортогональных пространства, варим F-тест, и бинго, получаем тест, который проверяет одну модель против другой. Ну, давайте смотреть, кто здесь кто, какая здесь длина какая, нам надо найти. Ну, давайте я сразу объявлю. А, о, давайте вот так. Я объявлю пространства, а вы мне скажете их размерность, да. Давайте мы вот объявим наше пространство, которые нам нужны. Так, как бы мне сделать? Я хочу, чтобы у меня и картинка была рядом, и формула для F-статистики. Ну, ладно, давайте я не побоюсь, нарисую еще раз здесь. Вот, значит, здесь Y. О, давайте Y по длине сделаем, чтобы посимпатичнее было. Вот это Y, вот это Y с крышкой Unrestricted. О, вот это у меня что-то цвета есть, я украла баба. Вот это V-Restricted. Вот это вот будет U с крышкой Restricted. И вот эта разница. Все, вот он наш, тут вот прямой угол отметим. Так, кажется, красота. Ну, давайте смотреть. Значит, я утверждаю следующее. Давайте я вот найду, соответственно, два ортогональных пространства. Значит, два ортогональных вектора, две проекции, которые нам нужны. Это, соответственно, Y минус Y с крышкой Unrestricted. Мы, значит, выяснили, что он ортогонален Y с крышкой Restricted минус Y с крышкой Unrestricted. Ну, такой прикольный факт, да? Он, кстати, так если подумать. Смотрите, вот это что такое? Это ошибки прогнозов, ошибки прогнозов, прогнозов по UR-модели. А это вот разница прогнозов двух моделей. Разница прогнозов двух моделей. Ну, соответственно, F-тест готов, да? Надо просто поделить квадраты длин одного на другое, да? Давайте поделим. Значит, все, что нам нужно, F-тест будет устроен следующим образом. Мы возьмем квадрат длины U с крышкой Restricted минус U с крышкой Unrestricted. Y только, извините, не U, Y с крышкой. Делить. Вот здесь вам надо угадать размерность пространства, куда эта проекция. И еще надо угадать вот здесь то же самое. Ну, не угадать, посчитать размерность пространства. Тогда это будет честный F-тест. Из-за того, что они обязательно ортогональны, то поэтому там независимые х квадраты. Сигма квадрат там благополучно сократится, поэтому это будет F-тест. Ничего страшного, что у нас по предпосылкам, значит, да, у нас по предпосылкам Y равен, мы поскольку в И в нулевой, смотрите, у нас И в нулевой, вот это важный момент, что у нас И в H0, И в H0, И в H-A, у нас верно представление в виде X Unrestricted на β плюс U, да? Ну, только вопрос, выполнены ли там ограничения, нулевые там идут β, это начиная с какого-то или не нулевые, но у нас и в нулевой, и в альтернативной. Unrestricted модель верна, мы в нее верим. Вот, ну давайте по порядку, соответственно, давайте начнем со знаменателя. Это первое упражнение будет. Какие здесь, давайте это первое упражнение, давайте это назовем... Давайте это будет А, это будет Б. Давайте с Б начнем. Какие тут степени свободы? То есть, чтобы понять, какие это степени свободы, Никита задает вопрос, неважно, что сверху, что снизу. Ответ такой, традиционно пишут так, как я написал, но на самом деле неважно, можно написать наоборот, просто критическая область, а в статистике, где H0 отвергается, она там будет в классическом варианте справа, а если по-другому написать, она будет слева. Ну, сейчас разберемся, это на самом деле довольно интуитивно. Вот, ну, интуитивно, смотри, допустим, что я верю в H0, что обе модели одинаково хорошо описывают мир. Это будет означать, что числитель маленький по сравнению со знаменателем. А если я, наоборот, буду писать то, что в знаменателе напишу наверх, а то, что внизу… Ну, то есть, смотри, представься, что модели одинаково описывают мир. Тогда числитель маленький по сравнению со знаменателем. И тогда, соответственно, вот так, как я записал, малые значения F-статистики, они, как бы, говорят, как аргумент за H0, а большие значения сейчас в такой постановке F-статистики, они за отвержение H0. А если я напишу F-статистику наоборот, то просто будет наоборот. То есть, можно так писать, можно так писать, без разницы, но классически пишут так. Вот, но еще раз, ты абсолютно прав. Никита просто спросил, неважно, что сверху, что снизу. Ну, вот, как бы, вот это классически так пишут, но если написать наоборот, это просто приведет к другой области, где H0 будет отвергаться, где не будет. Вот, ну, хорошо, давайте начнем с B. Для того, чтобы понять, чему равно B, надо просто понять размерность пространства, а что это за пространство, куда мы проецируем. То есть, вот это важный момент. Смотрите, вот пространство V, U, R, то есть, конечно, Y с крышкой U, R – это, конечно, проекция Y на V, U, R. Но у меня в знаменателе стоит не Y с крышкой U, R, а у меня стоит разница. А вот эта разница Y минус Y с крышкой U, R – это проекция Y на что? И вот если понять, на что это проекция, то мы сразу скажем, чему равно B. Но давайте подумаем. Если, давайте я буду просто показывать на элементы картинки, то есть я не просто хочу сказать формулу для F-теста, я хочу, чтобы мы ее с вами вот прямо изобрели. Да вот же, нашли прямоугольный треугольник, получился… Да, вот здесь вот уже есть два ответа. Смотрите, вот… Вот этот Y с крышкой. Сейчас, о чем он мне не пишет. Интересно. Что это мне не пишет? Сейчас разберемся. Техника говорит, не хочу писать. Сейчас разберемся. Вот, кажется, вот это проекция сюда, Y с крышкой U, R. А, соответственно, разница, то есть вот этот вот Y минус Y с крышкой U, R – это, соответственно, проекция на ортогональное дополнение. Вот, то есть Y с крышкой – это проекция на V, U, R, а, соответственно, разница между Y и Y с крышкой – это проекция на ортогональное дополнение. Окей? Тут все нормально. То есть вот здесь мне надо дописать на V, U, R – ортогональное дополнение. Если это понятно, то есть если непонятно, то спросите, не стесняйтесь, почему ортогональное дополнение? То есть Никита написал верно, но мало ли, может, что не так. Вот, а если, то есть если непонятно, то давайте еще раз расскажу. А если понятно, то тогда давайте определим, какая размерность у него. Ну, давайте я напомню, что размерность вура равна куру, да, у вур – размерность куру. А какая размерность у вур – дополнение ортогональное? Ну, тут уже Вадим ответил, но мне просто интересно, поскольку ответов существенно меньше, чем на вопрос, когда проводить контрольную. Когда был вопрос, когда проводить контрольную, все там сразу B, 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 B. Я даже их не успевал считать. А тут мне хватает пальцев одной руки. Тут есть правильная версия, что тут N минус кур. Ну вопрос, кто-то кроме Вадима с нами, или мы идем вдвоем с Вадимом, и армия бойцов и бойчих безнадежно за перевалом где-то легла. Так, вот Диана сказала, что все окей. Так, Александр тоже, хорошо. Ну, в общем, смотрите, если что, всегда можно как-то сказать, условно, вот у меня есть друг, ему непонятно, можно еще раз. Хорошо, значит, в знаменателе мы уже разобрались, со знаменателем все понятно. В знаменателе мы напишем, соответственно, n минус кур. Теперь осталось разобраться с числителем. Чтобы разобраться с числителем, надо понять, куда, то есть, вот надо посмотреть, давайте я другой цвет возьму, не зеленый, а синий. Вот этот вектор, а он на черный похож, мне не пойдет, давайте возьму голубенький цвет. Вот этот вектор внизу, это вектор, соответственно, y с крышкой r минус y с крышкой ur. То есть, по смыслу, это разница прогнозов двух моделей. То есть, я взял прогнозы, столбик прогнозов по первой модели, столбик прогнозов по второй модели и посчитал их разницу. Тоже получился столбик разности. И я утверждаю, что это тоже проекция. То есть, вот этот голубенький вектор, это проекция y. А вот на что? Вот на что? Вот это важный вопрос. Как только мы поймем, на что эта проекция, мы посчитаем размерность того пространства, впишем ее вот сюда, вот, впишем ее вот сюда, вот, размерность пространства. И вот здесь, то есть, здесь фактически будет стоять размерность того пространства, куда проецируем. Вот только надо понять, на что. Ну, давайте я вам подскажу, что, соответственно, ну, вернее, напомню, что вот этот фиолетовый вектор, чем он примечательный? Давайте его обзовем буквой, не, он не фиолетовый, он голубой. Давайте его буквой g обзовем, вот, этот голубой вектор. Этот g, с одной стороны, он, очевидно, лежит в вуре, да, ну, просто посмотрите на картинку, он лежит в вуре. Да, Максим уже сказал версию, но давайте я плавно к ней приду. Да, это правильная версия. Кур минус кр. Почему? Потому что, смотрите, g лежит в вуре, а с другой стороны, если посмотреть, тут треугольник прямоугольный, да, вот здесь прямой угол. Почему там прямой угол? Кстати, что там прямой угол? Почему голубой угол, который я отметил на рисунке, он прямой? Почему голубой угол, он прямой? Ведь на самом деле мы же проецировали вот y на, вот здесь должен быть прямой, а почему синий выходит, голубий прямой? Ну, ответ в теореме от трех перпендикуляров, если мы как бы проецируем, ну, в общем. Если проецируем какую-то точку сначала на более широкое пространство, а потом на более узкое, то это все равно, что сразу спроецировать на меньшее пространство. Поэтому, в общем-то, там много прямых углов. И из этого мы делаем вывод, что значит наш g ортогонален всегда по определению, он всегда ортогонален v-restricted. А если выполнены вот эти два условия, то наш вектор g, голубенький, вектор разниц между прогнозами двух моделей, выходит, что вектор разниц прогнозов двух моделей, он лежит в v-ur пересечь, ой, нет, пересечь не такой значок, пересечь, v-re ортогональное дополнение. Вот где лежит g. И, соответственно, получается, что мы выяснили, что наш вектор g – это проекция y на v-ur пересечь, жуть какая, v-re ортогональное дополнение. Ну, а дальше остается сказать слова Максима, что надо понять размерность этого пространства. Точно так же, как мы сделали здесь, когда считали размеры ортогонального дополнения v-ur, мы из размера всего, из размерности всего объемлющего пространства вычитали размерность того, к чему брали ортогональное дополнение. А здесь мы живем, ну, здесь та же самая картинка повторяется в рамках плоскости. Вот там то в рамках всего было, а теперь в рамках этой v-ur, в рамках v-ur подпространства. И там мы, соответственно, из объемлющего, из размерности v-ur вычитаем размерность того, к чему берем ортогональное дополнение, то есть размерность v-ur. И действительно получается здесь, вот здесь вот получается, соответственно, кур минус кр. Вот, и, соответственно, это имеет наша штука. И мы ответили на два вопроса. Она имеет f-распределение с параметрами кур минус кр и m минус кур. Ура! Мы как бы прям вот сварили. То есть мы прям и сформулировали, и у нас такая формулировка была. Мы сразу и доказали эту теорему, потому что у нас все хорошо, да? Мы брали вектор, который имел нормальное распределение. Да, ну и тут у нас в предпосылках, что у имеет там нормальное распределение, ноль сигма квадратно-едничное. То, что тут сигма квадрат, это не страшно, потому что сигма квадрат в числителе и в знаменателе сократится. Поэтому у нас все хорошо. У нас надо вот такую мы считаем f-статистику. И бинго, у нас все супер. Вот. Осталось только понять, когда мы h0 отвергаем, когда мы h0 не отвергаем. То есть мы доказали, что эта f-статистика имеет f-распределение. То есть у нас такой вот, ну не знаю, может быть стиль такой, ну обычный стиль, когда лекционный там сформулировали теорему, потом доказали. А мы ее прямо сейчас вот и в виде упражнения выяснили, куда проецируют. То есть нашли прямоугольный треугольник. Раз это прямоугольный треугольник всегда при любых у, при любом в ур и при любом в р, то значит там всегда проекция. А раз там всегда проекция, значит мы поделили длины квадратов. Ой, смотрите, я и никто угол слова не сказал. Смотрите, я заметил косяк, а никто угол слова не сказал. Где у меня косяк? Кто нашел косяк? Вот такой вот вопрос. Где у меня косяк? У меня прямо на этом слайде косяк. Где косяк? И все молчат, никто не заметил. Где косяк? Вот прям в формуле. Давайте я подскажу. В формуле, в статистике прям косяк. Да, вот Диана заметила. Действительно, надо же квадраты длины. Нам же хи квадрат надо делить на хи квадрат. Вот здесь вот косяк. Вот здесь раз косяк. И вот два косяка. Вот, теперь нет косяка. Вот, квадраты появились. Все, теперь все хорошо. Вот, мы формулировали. Почему я, главное, не заметил? Я не специально. Жаль, что никто не заметил. Ну, или, может быть, кто-то заметил, но постеснялся. Вот, ну, вот теперь вроде все хорошо. Теперь мы доказали теорему. То есть мы какую теорему, смотрите, доказали. Мы доказали теорему. Теорему, которую мы доказали, следующее. Если, соответственно, у нас у равняется х ур на бета плюс у, у нормально 0 сигма квадратно-едничную и h0 верна. h0 состоит в том, что часть коэффициентов равны нулю. Да, то вот эта самая f-статистика, она имеет f-распределение с заданными нами степенями свободы. Вот, то есть мы как бы сформулировали, доказали теорему. Под f-статистикой я имею в виду вот эту дробь. Все, бинго. Теперь как это использовать? Давайте перейдем на следующую страницу. Ну что, все нормально здесь, можно дальше переходить, потому что мы как бы и сформулировали, доказали. Но мне нравится такой вариант, что мы как бы вместе варим с вами. Вот я показываю, как это можно придумать. Не как этого можно взять как теорему. Ну, я мог бы ее и так сформулировать, что вот если y, то вот такая зверюга, она имеет f-распределение. Я пытался пояснить, что на самом деле это не, ну, то есть на самом деле здесь явление-то обратное в реальности происходит, что мы не сначала придумали f-распределение, а потом ооо, а вот такая штука, она f-распределение имеет. А на самом-то деле люди придумывали вовсе наоборот, что сначала пытались, ну, придумать какое-то распределение, которое бы вылезало. Так, вот вопрос, почему голубенький угол прямой? Давай еще раз поймем. Смотри, сейчас, как бы это… А, слушай, я, может быть, покажу. Сейчас, что бы мне такое взять, чтобы показать. Вот, смотри, не знаю, сейчас попробую вот здесь нарисовать прямо 3D, потому что когда это 3D, сейчас, правда, мои мордашки не будет видно, но я думаю, как-нибудь обойдемся. Вот, сейчас мы делаем сюда. Так, маленький уберем. Вот, так, не знаю, видно, видно. Давайте я буду подсматривать. Вот. Есть какой-то… А, вот, даже просто. Есть какой-то вектор. Вот это начало координат. Сейчас видно тут начало координат. Вот такое. А, у меня маркер есть. Сейчас я маркер возьму, а потом со стола сотру. Вот, есть у меня начало координат. О, по-моему, даже видно начало координат. Вот, начало координат. Вот это вектор Y. Сейчас видно там. Да, это вектор Y. Я его могу спроецировать просто на стол. Вот это у меня Y с крышкой unrestricted, то есть это я спроецировал на стол, по-моему видно, а потом я спроецирую на грань стола. Грань стола, понятное дело, что это линия. Край стола – это одномерное подпространство, на двумерном пространстве стола. Я проецирую и вот проекция на… То есть у меня есть две проекции моего карандаша. Есть проекция на стол, есть проекция на край стола. Проекция на край стола – это Y с крышкой unrestricted. Я утверждаю, что если я карандаш спроецирую на стол, а потом результат спроецирую на грань стола, то я получу собственно тот же самый результат, как если я сразу карандаш спроецирую на грань стола. Не знаю, лучше, не лучше. Но только у меня вместо двумерного стола и одномерной грани стола надо брать кур и кр, меньше кур пространства размерности. Вот такая штука. Ну, это называется умными словами теорема о трех перпендикулярах. Но, в принципе, понятно, что если проецировать сразу на стол, а потом со стола на грань, то это все равно, что сразу на грань. И получается три прямых угла. Прямой угол между, ну, когда брали первую проекцию на стол, прямой угол, когда брали со стола на грань, и прямой угол, когда брали с карандаша на грань стола. Ну, вот, наверное, так. Так, хорошо. Значит, если у нас есть, ну, давайте я тогда скажу, как использовать. Ну, использовать довольно просто. Давайте я тогда на следующей странице скажу. То есть, использование довольно простое. Я, соответственно, выбираю альфа. Ну, говорю, какой-то там альф, пусть будет один процент. Потом я вот эту штуку f, я ее могу посчитать. Тут только наблюдаемые штуки. Тут нет ничего, что нельзя было бы посчитать. Потому что в числителе стоит разница прогнозов по ограниченной модели и неограниченной модели, деленная на кур минус кр. Ой, квадрат опять забыл. В знаменателе стоит квадрат для разницы между у и неограниченной моделью, деленной на размерность пространства. Я считаю эту штуку. Вот, значит, получил f наблюдаемое. А дальше, поскольку я знаю, что у меня вот эта f-статистика, давайте я напишу, что вот эта f-статистика, она имеет f-распределение с заданными степнями свободы. Ну, вот, собственно, степень свободы первая. Вот, собственно, степень свободы вторая. Потому что степени свободы, они совпадают с размерностями пространства. Ну, def – это сокращение degree of freedom. И, стало быть, я знаю, что при верной h0 у меня закон распределения вот такой вот. При верной h0 у меня такой закон распределения. Это вид f-статистики. Соответственно, тут f. Сейчас надо как-то… Да, а тут функция плотности. Функция плотности. Вот, а дальше надо просто понять, поскольку мы в числителе отложили разницу прогнозов модели, а в знаменателе квадрат ошибки неограниченной модели, то поэтому мы поделим нашу область на… Ну, вот у нас получается какая-то f-наблюдаемая, да, вот то, которое мы посчитали. Мы взяли, посчитали, это оно f-наблюдаемое. Так, вот. И, соответственно, у меня есть вероятность того, что f-статистика оказывается больше, чем f-наблюдаемого. Это вот и есть p-значение. И я его сравню с альфа. Давайте я альфа отмечу красненьким. Сейчас давайте обозначу вот эту вот штуку. Это у меня будет p-значение. Давайте я нарисую одну конкретную ситуацию. Вот если у меня альфа было 1%, и так оказалось, что 1% – это больше p-значение. Ну, так оказалось, что у меня, конечно, какой-то 1% здоровый. Но давайте вот эта красная площадь. Красная площадь – это альфа. Это 1%. Да, порог редкости. Порог редкости, то есть уровень значимости или порог редкости. И вот это число называется f-критическим. Критическое значение статистики. То есть f-наблюдаемое берется… Вот это наблюдаемое значение статистики. Наблюдаемое значение статистики. Значение статистики. Вот это вот красненькое – это критическое значение статистики. И, стало быть, на той картинке, которая у меня получилась, давайте посмотрим. На моих глазах произошло редкое значение f-статистики или не слишком редкое. То есть вот на той картинке, которую я нарисовал, я получил по факту вот такое вот значение f-статистики. Оно является слишком редким или не слишком редким? Ну да, судя по картинке, видно, что оно слишком большое. Давайте я поудачнее картинку нарисую, чтобы она соответствовала. Это как-то 0,01, а у меня не 0,01. То есть у меня надо нарисовать картинку какую-то вот такую. Вот так будет похоже на правду. А так это хоть как-то похоже на 1%. И то не совсем 1%. Ну, вот такая, скорее, плотность. Вот то, что красное закрашено – это 1% площади. А я на вот этой картинке, которую посчитал, угодил очень далеко. Поэтому получается, что у меня… Ну, можно по-разному рассуждать. Можно рассуждать, что f-значение меньше α. Альфа, поэтому h0 отвергается. Или можно рассуждать, что f-наблюдаемое, который я посчитал по вот этой формуле, которую мы с вами вместе творили, оно далеко залезло за f-критическое. Ну, можно поэтому сказать, что h0 отвергается. То есть любой способ рассуждения подойдет. Но, как правило, статистические пакеты все, неважно, там, питоновский statsmodels или там какой еще, они выводят f-значение. И поэтому они, в принципе, выводят f-статистику. Но f-статистику надо в таблицы залезать. Поэтому это раньше как-то интересно было. А сейчас все пакеты выводят f-значение для любого теста. И поэтому можно просто посмотреть, сравнить его с альфой. Вот на картинке, на которую я нарисовал, у меня h0 отвергается. Если бы f-наблюдаемое легло левее f-критического, то, соответственно, это означало бы, что разница прогнозов двух моделей по сравнению с ошибкой, ну, то есть, грубо говоря, она вполне себе интуитивная статистика. В числителе написано, насколько отличаются модели, а в знаменателе написано, насколько сильно ошибается модель, которая точно верна. То есть, по смыслу, поскольку и при верной h0, и при неверной h0, у меня, я по-прежнему верю, что неограниченная UR модель верна, то поэтому, грубо говоря, что находится в знаменателе. Ну, там какие-то корректировки, там какие-то степени свободы. Но с точки зрения здравого смысла все довольно просто. В числителе, насколько сильно отличаются прогнозы двух моделей, а в знаменателе эта величина масштабируется в соответствии с величиной квадрата ошибки прогнозов модели, которая точно верна. Если это в процентном соотношении невелика разница, значит, я, то есть, если f наблюдаемое значение этой дроби, если оно маленькое, ну, маленькое по сравнению с f критическим, если эта разница небольшая, значит, модели не отличаются, значит, можно считать, что restricted model тоже верна. А если эта разница велика, то это говорит о том, что restricted model дает прогнозы совершенно не такие, как unrestricted, и, соответственно, если эта разница велика, то надо H0 отбрасывать. То есть, если разница велика, то мы H0 о том, что верна restricted model, отбрасываем. Ну, вот, собственно, и все. То есть, на этом давайте... Ну, давайте я спрошу, есть ли вопросы, а дальше устроим перерывчик 10 минут и потом продолжим. А я как раз чеку. Есть небольшой вопрос. Давай. Правильно ли говорить, что при верной H0 величина f observation имеет распределение Фишера с соответствующим числом... Да, конечно, да, конечно, да. Я так и написал, что вот эта вот F-статистика имеет F... Просто там есть некий нюанс. Иногда под, лучше сказать, F-статистика, потому что под F-ops имеют в виду фактически число, которое у тебя лично получилось. Поэтому вот здесь... Ну, то есть, тут как бы надо... Ну, смотри, с точки зрения теории вероятностей, у тебя есть... Ну, то есть, в статистике уже как бы считается, что все это все понимают разницу, но, на самом деле, с точки зрения теории вероятности, вот у тебя... Ну, давай вот эту дробь, F-статистика, да? Она, вообще говоря, есть функция от вектора Y и матрицы X, правильно? То есть, когда есть вектор Y и матрица X, я вот получу конкретное... Она превращает... То есть, вообще говоря, это функция, которая превращает в число, да? И если рассматривать ее вот как случайную величину, то вот у нее, как ты сказал, F-распределение. А если ты смотришь на выдачу софта, то там ты уже видишь чиселка, да? Потому что ты не видишь случайную величину, она тебе выдала одно число F. И вот его называют вот F-OPS. Это... Ну, лучше... Ну, вот я поэтому и обозначил, что вот F-OPS – это конкретное число, которое я получил. Вот это конкретное число, которое я получил. И поэтому про него... Ну, то есть, идейно ты абсолютно прав, но маленький нюанс, что вот под F-OPS... Ну, то есть, ты не прав из-за какой-то бюрократической вот штуки, поэтому я тебе скажу, что ты идейно прав, но вот F-статистика – это случайная величина, то есть, эту дробь можно трактовать как два объекта. Можно трактовать эту дробь как функцию от выборки, то есть, как случайную величину, а можно трактовать это... А я вот уже в нее подставил свои конкретные Y, свои конкретные прогнозы, которые у меня конкретно там выдал софт, и тогда я получу одно конкретное число. И тогда, конечно, одно конкретное число, которое я уже получил, ну, я могу рассмотреть его как число, как данность, данность, которую я вижу. Оно уже не случайно. Да, оно уже получилось, оно уже 7. Вот сколько бы я не запускал на компьютере, там статус модул, ну, 7 будет, ну, данные у меня такие, вот. Поэтому, когда ты рассмотришь его как число, то это F-OPS, а когда ты ее рассмотришь как случайную величину, то это вот эта дробь, да? У нас есть два рассмотрения. То есть, ну, как в теории вероятности, вот у меня есть, ну, как-нибудь случайная величина там, R, да? Она вот случайная величина. А когда R там от какого-то конкретного элемента пространства, элементарных событий, R от Омега, это уже число, да? Ну, то есть такой бюрократический нюанс, как косинус – это функция, да? А косинус от X – это, вообще говоря, число, да? Это число, косинус в точке X, да? То есть вот косинус без скобочек – это, вообще говоря, функция. Вот. Но это бюрократизация. А по сути, да, ты прав, что вот эта вот дробь, она имеет F-распределение при верной H0. Спасибо. Вот. Поэтому я тут и написал F-STAT больше F-OPS. Да? Вот если ты посмотришь на вот, что я написал, вот по значению я написал F-STAT, как бы подчеркиваешь, вот F-STAT – это она как случайная величина, это дробь, а F-OPS – это вот конкретно у меня в выборке значение такое. Так, ну ладно. Я, по-моему, успешно ответил. Еще вопросы есть или перерыв? Ну, если все молчат, тогда давайте считать, что перерыв и потом продолжим. А я прям… О, слушайте, надо бы куда-то… Может быть… Слушай, имеет смысл завести какой-то чатик? Ну, давай 10-15 минут, я хочу чай попить, а то у меня горло село. Вот. Имеет смысл завести какой-то чатик в Телеграме или, ну, его и просто выложить на… на эту, на… Вики. Хорошо, давай тогда сейчас я быстро сделаю. Окей, давай тогда, значит, 10 минут перерыв. Все, пауза, а я сейчас тогда сброшу. Смотрите, а это не просто. Да, чём на себя поехать на Рудроу. Продолжение следует...